Пластиды – полуавтономные органёлы высших растений, водорослей и некоторых фотосинтезирующих простейших. Пластиды имеют от 2 до 4 мембран, собственный геном и белоксинтезирующий аппарат происхождения пластид. Согласно симбиогенетической теории пластиды, как и митохондрии, произошли в результате захвата древней цианобактерии предшественником иукариотической хозяйской клетки. При этом внешняя мембрана пластид соответствует плазматической мембране хозяйской клетки, межмембранной и пространства внешней среде. Внутренняя мембрана пластид – мембране цианобактерии, астрома пластид – цитоплазме цианобактерии. Наличие 3 или 4 мембран считается результатом 2-х и 3-х кратного эндосимбиоза соответственно. Общие черты строения пластид высших растений Типичная пластида высших растений окружена оболочкой из двух мембран – внешней и внутренней. Внутренняя и внешняя мембраны пластид бедны фосфолипидами и обогащены галактолипидами. Внешняя мембрана не имеет складок, никогда не сливается с внутренней мембраной и содержит поровый белок, обеспечивающий свободный транспорт воды, ионов и метаболитов с массой до 10 кДА. Внешняя мембрана имеет зону тесного контакта с внутренней мембраной. Предполагается, что в этих участках осуществляется транспорт белков из цитоплазмы в начале пластид. Внутренняя мембрана проницаема для небольших незаряженных молекул и для недиссоциированных низкомолекулярных монокарбоновых кислот. Для более крупных и заряженных метаболитов в мембране локализованной белковой переносчики, строма, внутреннее содержимое пластид представляет собой гидрофильный матрикс, содержащий неорганические ионы, водорастворимые органические метаболиты, геном пластид, рибосомы прокариотического типа, ферменты матричного синтеза и другие ферментативные системы. Индомимбранная система пластид развивается в результате отшнуровки визикул от внутренней мембраны и их упорядочивания. Степень развития индомимбранной системы зависит от типа пластид. Наибольшего развития индомимбранная система достигает в хлоропластах, где она является местом протекания световых реакций фотосинтеза и представлена свободными телокоидами, стромой телокоидами, собранными в ступки, граны. Внутреннее пространство индомимбран называется люмен. Люмен телокоидов, также как и строма, содержит ряд водорастворимых белков, геном и белоксинтизирующая система пластид высших растений. Одним из доказательств происхождения пластид от древних цианобактерий служит схожесть их геномов, хотя пластидный геном значительно меньше. Пластом высших растений представлен многокопийный кольцевой двуцепочечный ДНК размером от 75 до 290 тысяч ПН. В большинстве пластидных геномов присутствуют два инвертированных повтора, разделяющих молекулу ДНК на две уникальные области – большую и малую. В инвертированных повторах содержатся гены всех четырех РРНК, входящих в состав пластидных рибосом, а также гены некоторых ТРНК. Голосеменные растения семейства бобовые не содержат инвертированных повторов. Многие пластидные гены организованы в опероны – группой генов, считывающихся с общего промотора. Некоторые пластидные гены имеют экзонентронную структуру. В пластидах кодируются гены, обслуживающие процессы транскрипции и трансляции, а также некоторые гены, обеспечивающие выполнение функции пластид в клетке. Прежде всего фотосинтез. Транскрипцию в пластидах обеспечивают РНК-полимеразы двух типов. Мультисубъединичная пластидная РНК-полимераза бактериального типа состоит из двух альфа-субъединицы по одной бета-бета-бета. Однако для ее активации необходимо присутствие сигма-субъединицы, которая кодируется в ядре растительной клетки и импортируется в пластиды при освещении. Таким образом пластидная РНК-полимераза активна только на свету. Пластидная РНК-полимераза может обеспечивать транскрипцию с генов сиубактериальными промоторами, а также с генов имеющих универсальные промоторы. Мономерная РНК-полимераза фагового типа кодируется в ядре и белок имеет специальную сигнальную последовательность, обеспечивающую импорт в пластиды, обеспечивает транскрипцию генов домашнего хозяйства. Процесс созревания транскриптов пластид имеет свои особенности. В частности, пластидные интроны способны к автосплайсингу, то есть вырезание интронов происходит автокаталитически. Кроме того, в пластидах происходит редактирование РНК, химическая модификация основания РНК, приводящая к изменению закодированной информации. Большинство зрелых МРНК-пластид содержит в три некодирующей области шпильку, защищающую ее от рибонуклея. Пластиды имеют рибосомы прокариотического типа с коэффициентом седиментации 70С. Рибосомы содержат четыре типа РНК, три из которых гомологичны и у бактериальным 5С, 16С и 23С, а 4,5С РНК гомологичны, три участка 23С РНК. Размножение и наследование пластид высших растений. Пластиды образуются путем деления уже существующих пластид. Наиболее часто делятся пропластиды и теопласты и молодые хлоропласты. В меристематических тканях деление пластид коррелирует с делением клеток. Поэтому в материнских и дочерних клетках число пластид примерно одинаковое. Механизм деления близок к делению прокариотических клеток. Деление пластид начинается с сжатия в центре, которое углубляясь образует перетяжку между двумя дочерними пластидами, после чего происходит полное разделение. На стадии перетяжки на внешней мембране образуется кольцо из белка, близкого к сократительному белку бактерий ФТС. У большей части цветковых растений наследование пластид происходит по материнской линии, поскольку в спермии пластиды либо не попадают, либо деградируют в ходе развития мужского гометофита или двойного оплодотворения. У некоторых растений было обнаружено двуродительское наследование пластид. Для некоторых голосеменных растений характерно наследование пластид по отцовской линии. Функции пластид высших растений и их разнообразие Пластиды высших растений способны к дифференцировке, тидифференцировке и редифференцировке. Набор пластид в клетке зависит от ее типа. Пластиды высших растений разнообразны по строению и выполняют широкий спектр функций. Фотосинтез – восстановление неорганических ионов, синтез многих ключевых метаболитов. При этом некоторые синтетические пути дублируют уже существующие пути цитозоля. Синтез регуляторных молекул, запасание железа, липидов, крахмала, покраски и выполняемой функции выделяют следующие типы пластид. Пропластиды – предшественники остальных типов пластид, присутствуют в меристематических клетках. Пропластиды имеют размеры от 0,2 до 1 микрометра, что значительно меньше, чем размеры дифференцированных пластид. Внутренняя мембранная система развита слабо, содержит меньше рибосом, чем дифференцированные пластиды. Могут содержать отложения белка фицеферритина. Основная функция которого – хранение ионов железа. Лейкопласты – неокрашенные пластиды, участвующие в синтезе изоприноидов и эфирных масел. Характерной особенностью лейкопластов является наличие ретикулярного футляра. Сети мембран гладкого эндоплазматического ретикулума. Окружающие пластиду иногда под термином лейкопласты понимают любые неокрашенные пластиды, при этом выделяют следующие типы. Амелопласты, элэпласты, протинопласты, амелопласты внешне похожи на пропластиды, но в строме содержатся гранулы крахмала. Амелопласты, как правило, присутствуют в запасающих органах растений, в частности в клубнях картофеля. В грависенсорных клетках корни амелопласты играют роль статалитов. Амелопласты высших растений могут превращаться в хлоропласты или хромопласты. Илэпласты служат для запасания жиров, протинопласты служат для запасания белков. Этиопласты или темновые пластиды развиваются из пропластид в темноте, при освещении они превращаются в хлоропласты. В этиопластах отсутствует хлорофил, но содержится большое количество протохлофилида. Липиды внутренних мембран-стромы хранятся в форме рельефной мембранной структуры, называемой проламеллярным телом. Формировная квазикристаллическая структура проламеллярного тела происходит из-за отсутствия мембранных белков телокоидов, необходимых для их формирования. Известно, что свет инициирует синтез белков телокоидных мембран и хлорофила из накопленного протохлорофилида. Хлоропласты – зеленые пластиды, основной функцией которых является фотосинтез. Хлоропласты, как правило, имеют эллипсовидную форму и длину от 5 до 8 микрометров. Количество хлоропластов в клетке различно. Клетки хлоринхима листа робидабзис содержатся около 120 хлоропластов. В губчатой хлоринхима листа клещевины их около 20. Клетка нечатой морской водоросли спираджира содержит единственный лентовидный хлоропласт. Хлоропласты имеют хорошо развитую эндомембранную систему, в которой выделяют телокоиды стромы и стопки телокоидов. Граны Зеленая окраска хлоропластов обусловлена высоким содержанием основного пигмента фотосинтеза – хлорофила. Помимо хлорофила хлоропласты содержат различные каротиноиды. Набор пигментов, участвующих в фотосинтезе различен у представителей разных таксонов. Хромопласты – пластиды, окрашенные в желтый, красный или оранжевый цвет. Хромопласты могут развиваться из пропластид или повторно дифференцироваться из хлоропластов. Также хромопласты могут редифференцироваться в хлоропласты. Окраска хромопластов связана с накоплением в них каротиноидов. Хромопласты определяют окраску осенних листьев, лепестков некоторых цветов, корнеплодов, созревших плодов.